теперь можно продолжить дальше про другие продукты которые тоже довольно лимитированные и которые тоже идут с очками на крупы я буду говорить в сухом виде в принципе любые крупы любые какие вы возьмете там хоть и рис хоть и гречка хоть и какая-то там пшеничная хоть и еще что-то такое там пшенка и всякое такое приблизительно где-то 8 9 10 очков 100 грамм сухом виде вот ты сыпал 100 грамм там или 200 грамм если там ты хочешь сколько там ты как хочешь съесть пожалуйста отварил эти очки там не остались не надо вареное ничего взвешивать они никуда не делись эти очки в общем-то поэтому там ты отварил там сухих ты знаешь ты там отвесил и точно также и макаронные изделия они тоже приблизительно все где-то 10 очков в сухом виде 100 грамм приблизительно ну немножечко есть там какие-то колебания мука тоже где-то 10 12 очков 100 грамм же 2 100 грамм муки 100 грамм муки это в общем-то так не очень много если там что-то печь как мне ряда на испеките себе пирожки всякой такой заморозки не это не могу этого делать что туда надо еще масло добавить туда надо добавить сахар там какой-то еще что-то такое добавить вот это получается так пальчиком очень и очень никакой мне не надо этого много мне надо там какой-то один пирожок лучше я его куплю готов так вот считать я уже привыкла мне это довольно легко так вот для чего я это делала сегодня целый день а вот я делала для того чтобы показать вам насколько эта система очень интересная и простая вот хочу сказать или не рекламирую я просто раз к потому что вряд ли вы и будете ее делать я не знаю если эта система выйдет в очередь скажем в россии в украине я понятия не имею думаю наверное нету жилья как-то нигде никогда не слышала ни от кого в этом так вот я что я делала сегодня я вам показывала как нужно как бы кушать на эти очки и так еще и столько остается потом у тебя вот допустим на вечер да вот я утром съела два кусочка хлеба 4 очка 100 грамм копченого этого лосося или кто он там называется тот сэмон холодного копчения это 4 очка 8 очков вот обед вы только что видели я посчитала пять с половиной очков то есть у меня получилось что практически сейчас у меня пол шестого вечера то есть я за это время съела всего на 13 с половиной очков я такая знаете наеденная я как бы и утром так неплохо так два бутербродика эти себя уложила еще мандаринки там же у меня были помидоры был салат и теперь вот я съела эту тарелку тыквы которая без очков кусок пурицы там чистых получилось 180 грамм я не знаю захочется ли мне еще чего-то там на ужин поужинать сегодня но если захочется ну я не знаю может там и даже пока не за счет я ничего не хочу тоже только поела в общем-то наше только поела и начала снимать поэтому я даже и и и думать ничего не хочу но а а мне я могу 30 использовать или 37 пожалуйста ну это так в среднем если разделить да на день вот так у меня еще остается вот так вот очков то есть если мне хочется я могу например скушать мороженое вот такое большое мороженое знаете от на палочке там магнум какой-нибудь шоколаде ну 8 очков пожалуйста я могу его съесть мне захочется например но это я так как бы теоретически да у тебя захочу есть кусочек селедочки селедка она 6 очков 100 грамм то есть пожалуйста я могу это съесть понимаете вот чем мне нравится в эту очередь что тут ты можешь сам собой как бы руководить собой и есть то что тебе хочется и сколько хочется плюс между прочим можно еще и добавить очков значит если ты там пошел и полчаса походил там в зависимости от того как ты ходил но если ты позанимался где-то там в спортзале ты позанимался хорошо это тебе приплюсуются очки вот если ты там полчаса походил таким спокойным шагом но как мы ходим до одна улица пошли в магазин и идем там или до работы где-то там шли вот пожалуйста полчаса это тебе уже дают там одно или два очка там назад еще вернулся вот тебе еще они добавились но скушать шоколадную конфетку шоколадная конфетка как раз два очка пойти пройтись и потом скушать шоколадную конфетку ну есть исходя из этой диеты я допустим исключила для себя много продуктов ну потому что во первых тяжело уложиться в очке это так кажется а когда и потом я вот ну как то я вот не ем да может вы видите из того что я покупаю то есть я практически не ем никаких этих макаронных изделий я их не хочу я вот уже привыкла к овощам больше лучше мне сделать какой-то овощной рагу там вот с теми же куриными ножками чем там наварить какие-то там вармышели я как куплю эту упаковку какой-нибудь макаронных изделий она мне потом валяется валяется несколько месяцев срок закончился и поэтому картошки как-то не хочу там в кое-то веке вот там купила допустим бы я там то что продается здесь называется такой ресторан быстрого питания кейси это называется кентукки фрайд чикин это там курица в этом специальном таком этом кляре обжаренная и там эти вот то что здесь называются чипсы картофель при да ну иногда хочется хочется иногда можно у нас вот такое купить но вот порция здесь у нас продается две куриные ножки и там целая коробка этих чипсов это 27 очков то есть вот если ты вложил в себя эту всю порцию это 27 очков а у меня и 30 на день поэтому могу ли я себе это позволить часто мне не хочется часто так вот поэтому это тебя контролирует это тебя суши которые вот считаются таким знаете вот таким здоровым питанием а суши между прочим порция суши они у нас режут их на кусочки так как бы получается наверное две такие или одна палочка на 8 кусочков 15 очков то есть вот даже независимо от того что там они внутрь и положили но я покупаю обычно копченый этот лосось там что там еще там курица бывает вот кема крайне редко 15 очков то есть это вот такая коробочка этих суши а это пол дневной нормы подумаешь стоит ли тебе потом я вообще давно исключила из своего питания сахар в чистом виде почему ну во первых у меня анализы были на сахар на верхний что там нос чешется а чувствует кулак за неделю вот и сахар верхний предел поэтому я его убрала никакой чай я сахар не вожу меня правда есть сахарозаменитель ну могу положить иногда таблеточку не знаю полезно это или не полезно ну иногда там чай я положу на такую бадью чая там одну таблеточку сахарозаменителя а так чай не так сахар нет сахар я не использую там я не знаю пол килограмма сахара наверно на год хватает ну или что-то около этого там куда я его использую я его используют в какой-то рецепт там например я когда делаю рыбу в томате я ее делаю часто ну там уж пол ложечки сахара я положу туда или там чайную ложечку сахара или если я делаю салат из зеленого салата мне кстати все эти рецепты есть на канале то есть я как бы не от фонаря это говорю я говорю из того что действительно я так это использую то я зеленый салат тоже там немножечко сахара посыпала это вот туда куда я его использую чисто но все равно мне попадает то есть вчера ради праздника я так вот скушала кусочек тортика не спрашивайте какой этот был тортик сладкий больше ничего не сказать нельзя доброго слова не стоит честно говоря я так съела кусочек тортика высчитала весь этот тортик он 400 грамм был вот он 44 очка весь этот тортик ну вот я нам отрезала кусочек четвертая часть там 11 очков то есть 11 очков вот кусочек этого тортика и вот вчера я там считала когда-то у меня все мое питание получилось 34 47 но это там я так считаю же найти очень точно там аж до сотых но так получается когда ты делишь какие-то вещи она у тебя получается до сотых 34 47 то есть я как бы и ела и тортик съела и тем не менее у меня очки еще даже остались 34 40 на 34 с половиной да то есть у меня еще как бы с одной стороны вроде бы 30 очков я уже перебрала больше а с другой стороны если в среднем брать 37 очков я в общем то там больше использую то есть я все очки делю от на 7 дней потому что я там ну когда я там попаду в тот ресторан или на какие-то там мероприятия практически очень и очень редко поэтому я их такой поделила и приблизительно 37 очков на день то есть у меня даже еще очень и ничего теперь вот хочу сказать такое по поводу например алкоголя алкоголь тоже очки 150 грамм белого вина вот такой знаете бокальчик вина 5 очков как подумаешь надо ли оно тебе или не надо у меня было как-то пиво я покупала давно еще тогда когда худела в 2007 году я купила упаковку пива было летом ой так хорошо пришел пиво попил а потом я так начала худеть боже мой как высчитала там эта баночка пива 7 очков я две баночки не допила они у меня простояли год холодильнике а вот не было у меня очков на них я так пошла их и отнесла и там поставила на мусороньки ну а что и допил там срок годности еще не вышел и поэтому я их туда отнесла теперь я хочу вернуться к такому моменту вот по поводу веса для таких женщин как я моего возраста потому что молодые это одно а мой возраст это другое знаете вот когда происходит гормональная перестройка организма то есть такой интересный момент в женском организме выработка очень многих гормонов она затухать те органы которые там должны вырабатывать они свою работу практически заканчивают практически прекращают и что происходит жировая ткань берет на себя эту функцию это я прочитала большой советской энциклопедии то есть жировая ткань берет на себя эту функцию и вырабатывает эти гормоны что какие-то гормоны нужны еще а они уже у тебя там затихают извините к 70 годам вот ой даже страшно я как подумаю про свой возраст лучше не думать да и она увеличивается то есть как ты хочешь бороться с ней а организм сам ее выращивает и плюс у меня еще проблемы со щитовидкой у меня не хватает какого-то там гормона хоть он вроде и вырабатывается но он не потребляется моим организмом не перерабатывается но это я там читаю научные статьи всякие в интернете и поэтому у меня идет процесс еще плюс добавляется еще идет набор веса то есть когда не хватает этого гормона в организме идет набор веса как бы ты чего не делал а он тебя набирается этот вес если принимать там специальные препараты повышается давление получается у меня заколдованный круг плюс у меня здесь в новой зеландии я в общем-то и там болела всю жизнь бронхитами и так даже задыхалась было так ну как-то мне там никто ничего не приписывал а здесь мне прописали вот такой вот препарат который называется сэр и тайт это я использую ежедневно один раз там где-то в начале дня если я не буду использовать то я начинаю это ощущать как бы такое немножко тут неприятное ощущение и начинает вот это вот знаете наверно у кого есть астма спыщать там то есть какие-то такие звуки вот ты вдыхаешь а ну тебе даме и это вот если я его не буду использовать поэтому использовать это тоже гормональный препарат и плюс у меня есть еще вот один такой этот вообще можно только два раза в день использовать а этот можно использовать до шести раз в день но я его использую не каждый день и довольно редко это тот который называется сальвутамол это тот когда ты вдохнул он не сразу тебе так прям все расширяет и это а он как-то такое действие там накапливающегося такого действия там через какое-то время а этот вот это вот если сразу надо человеку так знаете вот тебе там будет человеку трудно дышать если она с мать и вот это он вдохнул и сразу становится человеку легче поэтому это тоже один из факторов которые тебе работает на увеличение твоего веса это однозначно я когда начала мне только прописали вот этот препарат мне были такие тут нормальные руки сейчас вот я всегда в длинных рук кавах если вы обращаете внимание а потом вдруг у меня вот тут вот моментально начали вот это вот руки делаться такие я никогда такого не было только она и я потом начала читать и нашла что вот этот препарат он дает тебе как потолстение это называется по мужскому типу то есть по женскому типу это пойдет сюда ниже талии там а это именно в спину и пойдет тебе и именно от сюда на руки вот хоть ты лопни ничего с ними не сделаешь вот поэтому поэтому вот такое вот у меня происходит худение некоторые люди пишут там когда на ними пишут вам надо похудеть или там еще какие-то замечания по там по весу значит я нахожу это очень грубым я нахожу это очень как сказать не тактичным и невежливым делать человеку замечания по поводу его внешности моей точки зрения это вообще отвратительно когда делают человеку какое-то замечание по его внешности такое вот это бестактно и поэтому таких людей я всегда в банк и удаляю не потому что они мне там такое написали потому что я так считаю что ну я вообще банк отправляю тех которые либо не культурно выражается либо оскорбляют либо меня либо моих там зрителей то есть этих я давно и всегда говорила такие люди пойдут в банк сразу потому что я не всех троллей отправляю в бан особенно те которые пишут там какие-то глупости и их оставляю знаете как петр первый сказал что глупость каждого была видна другим и их оставляют почитайте то что они там пишут то есть я не знаю что они деньги за это получают что я не знаю бесплатно можно ли писать там такое всякое ну а для меня это вот такая проблема это как бы ежедневная борьба ежедневная борьба с собой ежедневная дисциплина там запомнить записать и посчитать это очень трудно я хочу сказать очень трудно и вот сейчас вот я в год стою вот я на этом самое интересное а и самое плохое в этой системе сейчас я вам скажу заключение видео потому что видео уже так довольно длинное ну иначе не расскажешь самое плохое это то что когда ты худеешь ты потом пересчитываешь да вот ты похудел там ты а ты что вес сюда заложен да ну ростом у тебя остается тот же самый возраст правда меняется там если это прошел год например да вот а вес ты там заложил у тебя вес там меньше тебе дают меньше очков то есть вот если я на такой вес как у меня сейчас там вот мне 30 очков а если я похудею там там на килограмм на два еще а мне только опс и снимут там одну очку еще одну очку ну там снимается не до бесконечности там снимается до какого-то определенного предела вот эти которые 49 очков они будут всегда а вот эти вот которые там тебе дают ежедневно эти очки потихонечку снимаются немножко уменьшается но с другой стороны я считаю это такая хорошая система для тех у кого очень большой вес знаете есть люди они худеют там с двухсот с лишним килограмм и так далее вот то для них это хорошо поэтому им не надо сразу урезать там свои порции до ничего и для них это очень удобно ну а я вот исключила у себя не только как я уже сказала сахар я исключила например такое как там сливки какое-то сало не бы с того что я могу пойти там раз в год купить какой-то кусочек копченого такого уж если не сильно хочется там съесть а мне не сильно хочется как-то но не хочется то ли я отвыкла то ли вообще не хочу я уже этого потом вот эти вот макаронные изделия как я уже сказала конфеты я не очень конфеты там печенье какое-то там я тоже это не очень я вот больше люблю вообще выпечку такую не печенье а вот мне лучше такой знаете хлеб или такое какое-то вот это не сладкое слоеное тесто такого хочется когда хочется мороженое вот это я люблю мороженое люблю потом я не пью никаких газированных напитков ничего не нахожу хорошего лучше чай и соки я не пью я не пью никакие соки вот эти которые продаются в пакетах тут в бутылях и так далее значит я их не пью по двум причинам во первых это не соки это все эти концентраты чего там сделали развели накрасили что-то там добавили и такое рассказывать тебе что это сок а он и не сок и даже тех на которых пишут свежевыжатый я тоже не пью почему то что я заметила если я куплю такую банку когда-то раньше там еще может десять лет назад я покупала я как-то не обращала внимание не понимал а я заметила вот куплю я там эту банку даже там ну какую-то там ну может не литровый может двухлитровый или там полтора литровые какие-то здоровыми банками продаются такими и так ну по стаканчику там день по стаканчику я потом заметила что к концу недели когда я допиваю эту банку меня отскакивает давление не знаю что они туда добавляют в эти соки может они добавляют чего-то туда такого там для сохранности ли это что то но я заметила я заметила это один раз забыла я заметила это второй раз забыла я заметила это третий раз всё теперь их не покупай это их и не хочу и лучше так мандарин съем или я лучшrà так 7 виноград или я лучше так его схем там не клетчатка тебе какая-то попадет и банки эти таскать не надо с собой Ну, вот так вот. То есть, ну, в общем-то, на этом я хочу закончить свой такой спич. И я продолжаю свое это худение, я его называю худение. Ну, пытаюсь себя утешить, что может быть это у меня такая фаза плата идет. Вот уже год фаза плата. А может, мой организм меньше не хочет быть. Вот он хочет быть таким. И все. Он хочет занимать такой объем в этом пространстве. И вот, хоть ты что хочешь, то и делай. Ну, я не опускаю руки, я все равно себя поддерживаю. Я называю это своя диета. Хотя это, ну, в какой-то степени, наверное, это диета. Ну, а с другой стороны, я могу сказать, что это, знаете, какой-то уже стиль жизни. То есть, это вот как пишут тебе, что если ты пошел на какую-то диету, и ты не можешь ей так постоянно питаться, то и не иди на нее. Вот у меня получилось так, что я могу. Ну, вот, на ней стараюсь удержаться. Если бы я, конечно, себе позволила есть там, что там можно и так далее. Не знаю. Сколько бы у меня было веса. Ну, вот так вот. Надеюсь, я вас ознакомила с тем, как я борюсь с весом. Ой, я желаю и всем, кто борется с весом, удачи. И потерять там как можно больше, медленно, медленно, но уверенно. Так вот. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok